На телеканале это Микен Бизнес. Время говорить. Программа. Здравствуйте, я вас приветствую. Это Данила Волоскаленко. Мы сегодня обсуждаем тему, которую обсуждали в правительстве. А два вопроса было. Один очень интересный. Это вопрос касается социальной защиты инвалидов. Премьер Мамин заявил, что наша задача создать благоприятную среду для людей с инвалидностью. Прозвучали также данные. Вот такие, что в ближайшие пять лет на 30% должна вывести у нас доля занятых лиц с инвалидностью. А также будет обеспечена 100% медицинская реабилитация. Ну вот так вот заявляет правительство наше. Вот давайте послушаем фрагмент выступления министра труда и соцзащиты. Пожалуйста. С учетом мнения людей с инвалидностью и общества в соответствии с принципами слышащего государства в этом году мы расширили перечень необратимых анатомических дефектов, при которых инвалидность устанавливается бессрочно. Для лиц с неблагоприятным реабилитационным прогнозом увеличены сроки до пяти лет. Расширены показания, при которых ребенок признается инвалидом на пять лет или до достижения им 16 лет. В текущем году впервые в стране запущен проект по производству отечественных кресел-колясок с электроприводом. По государственному заказу акционерное общество ТНС произведено 1381 кресло-коляска с первым отечественным электроприводом. Из них 817 доставлены в регионы. Для людей с инвалидностью по принципу таких сервисов, как Амазон и Алибаба, в текущем году aliumed.yegov.kz запущен портал социальных услуг. Да, я пригласил сейчас экспертов для обсуждения вот этих всех вопросов. Ну, в первую очередь, конечно, это Алмаз Ержан, общественник, известный своей позицией активный, председатель фонда Еломан здесь. Максим Мостович, генеральный директор юридической фирмы Greystone Consult. И также Мейрам Кажекен, директор Modern Society Institute также здесь у нас. Коллеги, да, я вас приветствую всех. Господин Ержан, сразу с вас начну. Вы проблемами инвалидов занимаетесь уже давно. Сами в такой ситуации находитесь жизненной. Ну, собственно, давайте. Ваш комментарий тому, что сегодня было в правительстве. Насколько это соответствует реалиям? Ну, это на самом деле только подготовка, потому что сейчас, с 2021 года, будет приниматься национальный план и социальный кодекс. То есть это требования ОСР, организации международных. И Казахстан, как бы, принял Международную конвенцию, а там дальше есть факультативный протокол, который мы должны тоже принять. То есть это все бумаги, это все планы, это все планы, но в реальности все гораздо хуже получается, или как, или наоборот? Да, в реальности намного хуже, потому что у нас есть разрыв между, то есть, государственными, то есть, чиновниками и самими получателями услуг. Это вот люди с инвалидностью. То есть, где-то нас не слышат. Где-то нас не слышат. Вот так вот сейчас говорит господин Еламан. Если можно, да, простите, господин Ержан, я подключаю сейчас вот господина Кожикена, также директор института, социальная, Modern Society Institute. Пожалуйста, если можно, Ваш комментарий. Пример сегодня вот такую громкую фразу произнес. Наша задача создать благоприятную среду для людей с инвалидностью. Как Вы считаете, вот что для этого требуется, если посмотреть, конечно же, на ту систему, которая у нас сейчас уже действует? Добрый вечер. Мы пока, значит, говорим о тех, кто на производстве получил травму, те, кто хочет работать на производстве, иметь такие возможности. Так вот, в генсоглашении, а он, мы надеемся, будет подписан, принят до конца текущего года, есть хорошие нормы. Очень хорошие нормы, которые защищают наших граждан, которые получили травмы, инвалидность на работе и которые могли бы еще приносить пользу и производству, и экономике. Но, к сожалению, там на процессе обсуждения этих норм идут споры, дебаты, осли, где-то и нас не могут понять, не понимать. Министерство трудозащиты населения где-то не могут нас понять, ну, относительно коллеги из сферы бизнеса. Но все же, я думаю, что в самое ближайшее время мы найдем компромисс, и эти нормы, нормы, защищающие интересы инвалидов, будут приняты. Да, господин Масович, пожалуйста, вам, если можно, слово, ваш комментарий в отношении сегодняшнего заседания правительства. И мне хочется понять, какие вы здесь проблемы видите, что необходимо решать в первую очередь, если это все, конечно, отнести с нашей системой соцзащиты и юридических прав и так далее. Уважаемые коллеги, на самом-то деле у нас есть прекрасный, замечательный, очень социальный закон еще 2005 года по социальной защите инвалидов. В рамках этого закона для инвалидов предусматривается бесплатная и обязательная помощь от государства для оказания протезно-ортопедической помощи, помощи в лечении за государственные счеты в медицинских и медико-социальных и санитарно-курортных учреждениях. Предусматривается постановка на учет и выдача по специальным перечням, по специальным спискам жилища для проживания как в собственность, так и в аренду. Есть замечательная норма о пособии по инвалидностям, есть замечательная норма о предоставлении налоговым льготам, либо вообще освобождение от таких. Есть прекрасная, замечательная норма о предоставлении бесплатного среднего образования, а также код на получение высшего образования. Более того, есть поддержка официально закрепленная с юридической точки зрения на свободу передвижения и доступа к различным социальным учреждениям. Как это на деле все реализуется и бывает у нас расходится, что написано пером, то вы там вырублено топором реальности какой-нибудь. Простите за каламбур такой. Совершенно верно. А вот дальше уже начинается самое интересное. Фактическое исполнение уже берет на себя каждый орган, который отвечает за то или иное действие. Например, Министерство образования, оно выпускает собственные подзаконные акты, собственные правила по приему инвалидов в высшие образовательные заведения по определению квот. Другое министерство, Министерство по индустриальному развитию, оно разрабатывает специальные нормы по доступу инвалидов к различным заведениям, организациям и так далее. То есть, как только это доходит до каждого конкретного министерства, там уже каждый решает сам самостоятельно, каким образом реализовывать этот, по сути, очень хороший закон. Вот вопрос в реализации всех этих нормативно-правовых актов, он упирается в подзаконные акты, которые сдает каждое отдельное министерство и ведомство самостоятельно, исходя из каких-то собственных мировоззрений, исходя из собственного какого-то видения данной проблемы. Вот в этом-то вполне возможно и заключает самая главная проблема, что нет какой-то согласованности в данной действии, единой политики, может быть, даже потребовался бы какой-то единый орган, который бы соединял... Так есть же, Министерство труда и соцзащиты вроде есть. Так вот, в том-то все и дело, что оно не лезет в вопросы квотирования, в вопросы образования, в вопросы медицины. Вот я, например, сам занимался в том числе вопросами разработки разных положений по инвотакси. Да, есть замечательный закон об автомобильном транспорте, в котором говорится, что если в таксопарке более 30 автомобилей, то они обязаны иметь как минимум одно инвотакси на каждые 30 автомобилей. Другое дело, опять-таки, кто это контролирует, кто это курирует. То есть все это разбросано по разным нормативно-правовым актам, все это разбросано по разным министерствам, ведомствам. Нет единой централизованного органа, который бы на самом деле все это отслеживал, и нет единого нормативного правового акта. Я бы, наверное, даже считывал за то, чтобы был разработан отдельный кодекс, который бы касался прав инвалидов, оказания им помощи, который бы прописывал все позиции, все положения, начиная с прохождения освидетельствования, которое, опять-таки, разработано и курируется, опять-таки, министерством, в том числе здравоохранения еще было разработано, бог знает когда, тысячу раз в него выносились разные изменения, и до сих пор мы сталкиваемся периодически с проблемами, когда инвалиду с отсеченной конечностью приходится каждый раз доказывать, что он инвалид. Вот да, если можно, я хотел бы спросить у других участников нашего сегодняшнего диалога. Господин Ержан, господин Кожекен, вопрос такой, господин Мастович поднял, что нам нужно, во-первых, как бы объединять, получается, все вот эти нормативные правовые акты, все документы, связанные с правами инвалидов, это во-первых, и, возможно, даже разработать некий социальный кодекс такой, да, который будет, ну вот все, что называется, по всем линиям объединить. Вот это нормально, да, если мы сейчас говорим о социальной политике, о ее дальнейшем развитии, то есть где государство недорабатывает? Если можно, да, господин Ержан сначала. Ну, здесь, где недорабатывает, государство проваливается в контроле за бюджетом и как раз под реализациями, потому что сейчас этот социальный кодекс это примут, там будут огромные деньги выделяться. Другой вопрос, кто это будет контролировать, с кого спрашивать. И здесь одно предложение, это вот создать комиссию по правам и по делам лиц с инвалидностью при президенте Республики Казахстан. И эта комиссия должна иметь доступ ко всем министерствам, правительствам и так далее, чтобы контролировать весь этот поток и всю вот эту работу, потому что социальный кодекс и национальный план – это огромный документ. На самом деле мы сейчас подготавливаемся к такому, знаете, инклюзивной экономике, да, то есть когда именно социальные вопросы будут, то есть очень много денег будет выделяться на социальные вопросы. И чтобы опять же не возвращаться к проблемам, нам нужно контролировать как общественникам, как многим активистам, да, то есть контролировать за этими деньгами и за реализацией точечных, то есть чтобы был результат от этого. Да, если можно, господин Казакем, вам слово. Очень тяжело, да, вести диалог, когда не слышишь других участников. Вообще я не случайно начал свой монолог с того, что уже в Казахстане почти готов проект генерального соглашения. Это вообще-то правовой акт. Он впервые, наверное, разработан был профсоюзами и вынесен на обсуждение. В чем его особенность? Три стороны государства, представители работников и профсоюзы заключают соглашение о многих-многих социальных проблемах, в том числе об инвалидах, об их трудоустройстве. Значит, если мы примем этот договор, подпишем соглашение генеральное, на три года он подписывается, то это соглашение даст направление уже многим-многим другим нормативным документам, которые регулируют отношения работодателя с инвалидами. Вот что касается о кодексе, коллега говорил, на сегодняшний день работает группа, большая группа, составленный человек 50, там есть представители и бизнеса, и профсоюзов, и эксперты, и ученые, все-все, разрабатывать концепцию социального кодекса. Мы как раз планируем в середине декабря обсудить концепцию нашей подходы. Итак, конечно, интересно было бы, многим хочется в одном большом документе, в одном, точнее, законе, в кодексе, иметь все-все-все нюансы, которые касаются и трудовых отношений, и инвалидов, и все прочее. Это сложно. Во-первых, надо разобраться, какую модель мы хотим построить, за кем будет ответственность. Ну, люди, наверное, ждут больше пособий, мне кажется, больше денег. Потому что недавно, да, Токаев заявил, что у нас будет новая пособия, инвалидам первой группы будет выплачиваться специальное пособие дополнительное. Кстати, господин Держан, что скажете насчет этого? Нормально это восприняли или нет? Да-да-да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Так, видите, дело в том, что все зависит от моделей. Если мы ведем за моделью, строим модель, где государство берет на себя всю ответственность по соцобеспечению инвалидов, то есть трудоустройство или всевозможные пособия, да, то это одна модель. А если же берут солидарную ответственность три стороны государства, профсоюза, работодатели, совсем другая модель складывается. А вы считаете, какой оптимальной, какой должна быть оптимальной модель? Мне кажется, больше должна роль государства играть. Нет, социальное партнерство. Три стороны солидарно берут на себя ответственность, потому что надо вообще защищать не на производстве. Здесь как бы две стороны, работодатели и профсоюз должны найти компромисс по условиям труда, по раннему выходу на пенсию инвалидов, либо по вопросам трудоустройства, компенсации. Ведь это вопрос не только государства, это вопрос еще двух сторон. Поэтому вот эту практику, практику, когда три стороны наконец-то уже начали принимать решение по ключевым вопросам, это здорово. Вот ее надо и продолжать. И самое главное, вот этот принцип надо заложить в социальном кодексе. Вот надо заложить в социальном кодексе. А то это у нас как получается? Министерство труда и соцзащиты населения, он получается огромный собес республиканского масштаба. Он собес по сути, он мало отвечает за вопросы создания рабочих мест вне бюджета, он все время ссылается на то, что бюджет слабый. Но ведь две стороны, работодатели и профсоюз могут помочь вопросами наполнения бюджета, трудоустройства этих инвалидов, чтобы не только они получали из бюджета пособие, чтобы они зарабатывали. Поэтому мы за модель, когда три стороны солидарно принимают участие в решении вопросов инвалидов. Да, хорошо. У нас осталось где-то минут пять прямого эфира. Господин Держан, пожалуйста, ваше мнение на этот счет. Насчет пособия? Да, да, да. Ну, насчет пособия, одними пособиями социальные проблемы не решить, потому что если у нас есть закономерность, когда повышаются пособия, то повышаются и цены на продукты, на лекарства и так далее. Поэтому здесь государство должно регулировать какие-то другие вопросы тоже. Те же курортные, санаторные лечения, те же передвижения, транспорты, есть очень огромная проблема с жильем. То есть люди с инвалидностью сейчас создаются условия, чтобы они брали ипотеки. Я категорически против, чтобы люди с инвалидностью брали ипотеку. То есть здесь очень много вопросов. Также мы должны смотреть на вопросы занятости. То есть люди с инвалидностью умеют работать и могут работать. Поэтому мы должны еще их доустраивать и помогать в этом. То есть поэтому здесь у государства очень много возможностей, где мы могли бы решать не только слайд, но только пособия. То есть пособия, одними пособиями проблемы тут не решить. Поэтому здесь нужна комплексная программа, комплексное введение. И опять же повторюсь, институт советников должен повышаться. То есть все люди с инвалидностью, советники должны быть везде. В акиматах, в министерствах, то есть в каких-то комиссиях и так далее. И одновременно мы должны централизироваться вокруг Министерства труда и вокруг президента. И тогда у нас будет больше садов. Вот это вот довольно интересно. Да, господин Ержан, спасибо большое. Я другим вот нашим участникам озвучу, что вот, например, господин Ержан сейчас сказал, что должен дальше у нас совершенствоваться институт советников, когда вокруг каждого буквально вот главного государственного органа, в том числе и у президента должен быть совет, где есть человек, например, с ограниченными возможностями. Как вы на эту идею смотрите, господин Мастович, ваше мнение? Что-то это решит вот те проблемы, которые вы озвучивали или нет? Ускорит, может быть, решение проблем? Вполне возможно, но я больше вижу решение вопросов упорядочивания и централизации разрешения. Какой-то комитет в отдельное ведомство, который будет курировать, координировать все эти вопросы. И более того, на законодательном уровне уже пора навести порядок со всеми вопросами, которые касаются инвалидов. И я думаю, выделение денежных средств, конечно, имеет огромное значение, но еще большее значение, на мой взгляд, имеет значение прозрачности и понятности их использования. Более того, использовать эти деньги нужно опять-таки с умом и централизовано в данной ситуации. На сегодняшний день, как я уже говорил, ответственны за принятие решений очень-очень-очень многие государственные органы и организации. И каждый закладывает у себя определенный бюджет на исполнение той или иной социальной функции. Поэтому я думаю, что здесь больше вопрос в централизации и контролировании этого вопроса на уровне правительства. Так что, ну да, в том числе и я согласен с моим коллегой. Да, господин Кожекен, ваше мнение насчет вот института советников и надо на уровне президента создавать специальную структуру, может быть, совет, где будут инвалиды, которые могут посодействовать скорейшему решению всех вопросов? Угу. Я постараюсь не обидеть лиц с инвалидностью. Вообще-то у всех граждан Казахстана должны быть равные права и возможности. Первое, да? Значит, это означает, что... Да, у нас минута осталась, я прошу прощения, да. Такие меры, методы не подходят. Конечно, у лиц с инвалидностью должны быть права, возможности быть и советником, и президентом Казахстана, да? Но специально создавать для них институты, я думаю, что это, ну, скорее неверно. Надо нормами, правилами, законодательством создавать условия, равные возможности, чтобы люди могли избираться и в премьер-министры, и в президенты, ну, и как бы... Да. Это наш принцип, это конституция, я понял вас. Спасибо большое, коллеги, за эту беседу, за это интервью. Это была программа «Время говорить». Смотрите нас каждый день, я напоминаю, что программа выходит в одно и то же время, но также архив есть на сайте inbusiness.kz. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok